всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня хочу пройтись по пасти и по бешамелю я уже неоднократно расписывал все достоинства этого прекраснейшего соуса и сегодня впрочем чего болтать все подробности приготовления этого соуса я уже разбирал смотрите вот в этом и в этом роликах если вы до сих пор вдруг не знаете как приготовить во первых без комочков во вторых потрясающе ароматный а я начну пока сразу же отправляю в кастрюльку литр молока правда удобно когда в кастрюльке метки есть следом идет луковица и начинаю нагревать а сам отправляюсь а сам отправляюсь за тимьяном тимьяна надо побольше думаю вот столько хватит пахнет совершенно дуряюще конечно хорошо бы еще парочку веточек шалфея но у меня к сожалению он зиму не пережил не обязательно использовать свежие травы вполне подойдут и сухие вот только после того как молоко ароматизируется надо будет его процедить или к примеру взять ситочка для чая травку тоже сюда отправляю такой способ позволяет ароматизировать молоко чем угодно не только травками но даже и корешками и это позволяет нам в результате иметь совершенно потрясающий по вкусу соус пока молоко набирается вкусов ароматов обжарю муку все пропорции для сегодняшнего рецепта вы найдете в описании этого видео под роликом как вы прекрасно знаете степенью прожарки муки мы регулируем две вещи цвет чем сильнее обжариваем тем более кремовый соус становится и вкус чем сильнее степень прожарки тем сильнее ореховый аромат добавлю уже масло и сразу же тщательно вымешиваю венчиком меня регулярно спрашивают не будет ли лучше если вместо молока использовать сливки я считаю не надо множить сущности жирный соус а мы регулируем добавлением сливочного масла а густоту соотношением рук к молоку рук кстати это французского значения вот этой самой смеси пора уже пожалуй начинать понемногу добавлять молоко молоко кстати уже достаточно ароматные не надо выкипятить довели до кипения сразу же убавили огонь и оставили на самом маленьком огне лучше даже на рассекатель если у вас газ пусть тихонько греется себе а чтобы в соусе комочков не получилось добавлять молоко надо понемногу и следующий половник плюхать только после того как предыдущий равноверно разошелся и тогда не понадобится никакого шаманство с разностью температур типа обязательно горячий ру и холодное молоко или с процеживанием соуса прости господи бешамель 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 мучо кома туквирес что в переводе означает больше бешамеля больше как ты хочешь ну вот смотрите отлично никаких комков теперь соль черный перец побольше черного перца и мускатный орех и под крышкой на самом слабом огне а если у вас газовая плита то на рассекателе пусть тихонько греется пусть зажидается своей участи а я начинаю нагревать воду для пасты а сам займусь добавками во первых конечно вареный копченый бекон очень его люблю нет но кто не любит а да все любят я уже показывал как его готовлю вот в этом ролике щелкать если вдруг пропустили смотрите но для новичков на youtube заглядывать в описании видео описание видео находится вот здесь нажимаете на кнопочку еще и смотрите бекон отправляется на сковородку пусть слегка поджарится конечно же лук поджаренный бекон без лука нонсенс на мой вкус так что к бекону его главное не сжечь поэтому температуру пониже вода закипела время пасты соль и паста у меня вот такая а вы выбирайте на свой вкус кипение должно быть очень сильным итальянцы говорят что паста должна танцевать кастрюле поверим макаронникам теперь цукини вы скажете зачем здесь цукини затем что во первых он красив а во вторых мне очень хочется разбавить это насквозь углеводное блюдо легкой овощной составляющей смотрите какой прекрасный вид имеет лук и бекон вот к ним то цукини отправиться надо его чуть-чуть припустить самую малость мне хочется чтобы в результате этой тепловой обработки цукини все еще слегка хрустел а теперь несколько соцветий брокколи они тоже будут к тему честное слово но брокколи слишком нежный продукт для такой вот комплексной тепловой обработки поэтому отправлю соцветия на оставшиеся три минуты к пасте она мне уже 4 варится так что брокколи только чуть-чуть станет мягче а что тут стукини отлично смотрите какая красота выключаю нагрев и бешамель уже тоже хватит греть и паста сварилась главное не обвалиться начиная сборку на помост вызывается бекон в сопровождении лука и цукини а следом бешамель густой ароматный вот если бы паста была сварена до мягкости то бешамель вообще некуда было бы впитываться и после запекания в духовке паста вообще могла бы слипнуться в единый ком тесто а так все будет отлично аккуратно надо все разровнять и кое-что добавить куриная грудка у нее очень нежное мясо и готова она будет за считанные минуты главное нарезать кусочками чуть меньше сантиметров толщину ну 7 8 миллиметров будет идеально воспользуйтесь штангенциркуля и равномерно разложить по поверхности не надо куриную грудку закапывать глубину не успеет приготовиться и завершающий штрих сыр но вы же не думаете что итальянец вдруг станет делать запеканку из пасты и без сыра нет он конечно может и не признаться но обязательно какого-нибудь из потешка да добавит но вот и я добавлю использую манчега нравится мне своим резким вкусом а теперь запеканка отправляется в духовку если есть духовке верхний гриль самое время использовать но если нет температура 200 градусов и подождем когда сыр расплавится и зарумянится нет конечно румянится далеко не всякий сыр некоторые просто плавится и кипят ну тут выбирайте на свой вкус простецкая нажористая но очень вкусное блюдо сказал бы что чисто итальянская но на самом деле его готовят и у нас на испанчине и по всей территории бывшей российской империи я же сегодняшний ролик затеял с целью напомнить про ароматизацию бешамеля и для того чтобы показать один из множества способов его применения вкус такой запеканки очень и очень не пожалеть времени на ароматизацию бешамеля но всего-то дополнительно 10-15 минут ко времени приготовления блюда а результат будет отличаться кардинально от того к чему вы возможно привыкли брокколи и вообще признаться честно люблю брокколи в принципе брокколи запеченная под бешамелем на мой вкус идеальное сочетание а здесь еще и сыр здесь аромат бекона это очень классное сочетание очень рекомендую вам попробовать так дайте мне утащить кусочек курочки опять же с кусочком сыра ну курочка как курочка я бы сказал но сочетание сыра и черного перца крупно молотого придает ей характер то есть это не обычная стандартная безвкусная куриная грудка крайне нейтральная нет это сочная но не нейтральная куриная грудка перец на послевкусие создает очень мощный такой эффект чего яркость всех остальных вкусов тоже усиливается возьмите этот прием на вооружение даже если просто соберетесь запекать куриную грудку под сырной шапочкой используйте черный крупно молотый перец это здорово так ну и цукини с кусочком фузель это называется до пружинки очень хорошее сочетание очень вам рекомендую не зацикливайтесь только на макаронах и привычного бекони там мясе обязательно добавляйте овощи они придают характер этому блюду и с овощами такая запеканка становится гораздо лучше понравилось вы знаете что надо делать поделитесь этим блюдом с друзьями даже не видео приготовьте и угостите вообще чаще встречайте с друзьями спасибо за компанию всем пока